Здравствуйте дорогие подписчики и просто посетители нашего сайта или нашего канала. Сегодня мы с вами поговорим об очень актуальной на данный момент проблеме, потому что с ней сталкиваются большинство счастливых обладателей китайских триммеров, а именно зачастую спустя год примерно работы триммера бензин начинает подтекать вот под эту вот резиночку. Он может подтекать очень сильно и причем человек начинает пугаться, потому что весь этот бензин, который подтекает, он помимо того, что течет мимо вот сюда вот по бачку, он еще засасывается крольчаткой магнитом и продувается через всю вот эту систему охлаждения, и вот сюда аж выдувается и все здесь в потеках. Человек начинает волноваться, думает, что у него серьезная проблема с триммером, что скоро ему будет, в общем-то, капец, и он бежит в мастерскую, наводит панику, у меня сальники, у меня прокладка, у меня там все такое серьезное, а на самом деле проблема очень простая вот в этой резинке. На самом деле эта запчасть недорогая, можно поменять целиком резинку, но, во-первых, не всегда это возможно, так как ее надо пойти купить, не везде у нас во всех магазинах рядом, поэтому бывает такое, что куда-то в райцентр ехать приходится, или еще что-то, или просто тупо ее не получается найти. Поэтому на данном, покажу вам инструменте, это бензобур, но двигатель стоит такой же, как на триммерах на китайских. Есть такая вот возможность устранения этой проблемы, это герметик, бензостойкий герметик, продается в автомобильных магазинах, или же в таких вот обычных магазинах инструментов, как, допустим, где вы там тот же триммер покупали. Если просто намазать вот под эту резинку герметик, то держать не будет. Это уже проверено, и он со временем все равно начинает подтекать. Сейчас вот мы видим на новом бачке, резинка сидит плотно, соответственно, не подтекает. Когда бачок старый, эта резинка, она сюда вверх может легко двигаться, и у вас здесь появляется большой зазор, до 5 мм даже может пойти, потому что резинка рассохла. Берем туда, в этот зазор, вот так ее на себя натянули, резинку, герметика намазываем, прям прилично намазали, и берем небольшой кусочек веревки. Я использую не какую-то специальную веревку, вот у меня есть вот такой вот шпагат, которым мы коробки упаковываем. Я его расслоил, он у меня там много-много таких штучек скрученный. Вот такой примерно длины. Вот. И туда, получается, у вас там все в герметике, вы берете и туда его вот так вот вматываете, наматываете, наматываете, наматываете. Он утопает в герметик. И потом вы пальцем прям вот это все замазываете. У вас получится вот так вот. Вот такая вот конструкция получится у вас. Это я вот вчера сделал, герметик уже засох. Вот это будет держать 100%. Уже проверено не один раз мною. Много очень инструмента я так починил. Вот. По причине того, что не всегда в мастерской у нас есть вот эти вот штуки. Заказываешь по 20-30 штук, бывает расходуется очень быстро, а все бегут, надо-надо, беден течет. И вот такой вот мы способ придумали. Я думаю, он вам будет полезен. Эта проблема встречается в основном, конечно же, на дешевых китайских триммерах. Но так же можно делать и не только дешевые, и любые другие триммеры. Все. На этом видео закончим. Подписывайтесь на канал, заходите на наш сайт. Всем удачи, пока. И еще даже более немножко добавлю. Потому что не всегда есть возможность даже купить герметик. Поэтому, к примеру, вы там где-то дома, далеко в деревне, ехать куда-то очень далеко, а бензин течет после зимы, к примеру, триммер у вас. Берете просто эту веревку, также натягиваете вот эту вот резинку сюда, наматываете потуже, и завязываете на узел. И уже хотя бы будет просто, ну, немного сочить. Сильно уже не будет. Даже без герметика, это тоже уже проверено. Вот. На этом все. Теперь пока.